Обруч папа подпиливал, мячик мы красили в пупырышках на банке. Я все лето с этим мячиком и лентой просидела одна в зале. Моя мама никогда не смотрела мои выступления. Никуда не приглашали. Я очень мечтала попасть в колпаву. Дали нам булавы, сказали, а теперь попробуйте их бросить. В федерации не было денег, чтобы заплатить за нам обороз. У нас не было задачи выйти в Олимпийский. Я говорю, девочки, если вы сделаете все чисто, вы будете первыми. У нас очень жестокий вид спорта на самом деле. Мы благодарим компанию Соло за поддержку нашего проекта. Самая удобная форма для тренировок на сайте SoloDance.ru. И, конечно, специально для наших зрителей промокод на скидку в описании этого видео. Маша, привет. Благодарим тебя, что нашла в своем плотном графике прийти к нам и поговорить о гимнастике. Привет. Я очень рада приглашению для меня. Это прям очень приятно. Спасибо. Как обычно, начинаем с самого начала. Екатеринбург. 1983 год. Я родилась. Этот момент я не помню. И все, что мы знаем, что ты очень рано пришла в гимнастику и привел тебя папа. Что не очень свойственно для художественной гимнастики и не свойственно для художественной гимнастики того времени, так как ты пришла в три года. Наверное, не свойственно для гимнастики, хотя я не знаю, что там творилось в те времена в гимнастике, но у меня в семье, как по рассказам моих родителей, меня некому было оставлять. Родители работали, бабушки работали, после садика забирать меня некому было. Я сидела там допоздна, одна оставалась. И вот, видимо, они вышли из ситуации. И в то время папина двоюродная сестра работала тренером по художественной гимнастике Мотовилова Лептина Владимировна. И она, вот он к ней меня и отвел в три года. Я благополучно целый год прыгала с подоконников. Так что это за история прыгала с подоконников? Ну, потому что в три года ребенка привели в зал, там у нее были дети, которые уже что-то умели, что-то возрастом постарше. Она не знала, куда меня, в принципе, деть, поэтому... А там были такие высокие подоконники в зале, вот в моей памяти это прямо осталось, с поручнями для хореографии. И вот она мне говорит, Маш, залази и прыгай. Ну, потому что ребенка надо было как-то занять, видимо, в садике было повеселее. Общая физическая подготовка за первый год была видна. Да, зато прыжок потом отработался великолепно. Екатеринбургская школа гимнастики славится своей плеядой олимпийских чемпионок именно в групповых упражнениях. И благодаря твоему тренеру Наталье Каштановой, расскажи, пожалуйста, немножко, как это у вас, с тебя ли началось это все? Нет, началось не с меня, началось на самом деле с самой Натальи Анатольевны. Она чемпионка мира в групповых, поэтому... Выбора не было? Я думаю, что это уже по исходу времени, я понимаю, что групповичка это в крови. И если это есть, оно обрывается наружу. В любом случае, ты уже и тренируешь по-другому, видение в другой гимнастике. И когда я маленькая была, пока я росла, была в старшей группе у нас Елена Тревошей, которая как раз стояла в сборной у Фатеевой. И я вот это все было на моих глазах, все ее сборы, как она приезжала. На тот момент, на самом деле, что такое была художественная гимнастика? У нас не было ни предметов, то есть это были... На тот момент только пошли в обычных спортивных магазинах пластмассовые булавы, обруч папа подпиливал, мячик мы красили в пупырышках на банке. То есть это было все очень весело, не было ни купальников, ни материала, чтобы шить. То есть как-то вот совсем было. И когда она приезжала из сборной, привозила предметы сосаковские. Настоящие. Тогда она, да. Это вообще, то есть у меня, я до речи теряла маленькая, когда я просто смотрела, что где-то там есть купальник, есть предмет. У меня было дикое желание иметь этот предмет и купальник. У меня больше никакого желания не было. Настоящая девочка. Да, но на самом деле, благодаря, наверное, Лене Кривошей, она очень много... Думаю, что это по, наверное, толчку Натальи Анатольевны, она с нами разговаривала, рассказывала нам много. Садили детей, и она нам рассказывала, как происходят сборы, как происходят тренировки, как тяжело, как они... Вот как это все дается. И мы, наверное, сидели, это вот я помню нас детей, мы смотрели, слушали с открытым ртом. Вот как сказку нам какую-то рассказывали, что у нас, ну вот у нас есть зал, у нас есть тренировки, мы же не видим ничего. А она ездила в Москву, и на тот момент... Тогда, по-моему, у них были базы в Волгограде. Они там тренировались, большую часть... И команды группового упражнения, они выиграли на тот момент бронзе в Олимпийских игр. Да, в Атланте, да, да. Ну, вот как-то вот так вот, видимо, я и пошла по стопам. Но вначале ты была прекрасной личницей, и мы знаем, как сейчас проходит отбор Центра Олимпийской подготовки, Ирина Александровна видит, показывает, это все уже так, можно сказать, настроено. В тот момент, как я понимаю, все было совершенно по-другому. Абсолютно, абсолютно все было по-другому, и как оно было внутри, как он, наверное, проводился отбор, я вам не скажу, поскольку я была маленьким ребенком, как это было с моей стороны, как это все происходило. Да, мы ездили на соревнования, также проходили отбор, нас отсматривали, но мы не ездили, то есть не было такой базы одной общей, куда мы собирали детей, где их просматривали. Корска не было еще. Не было, нас отсматривали где-то по соревнованиям, и уже приглашали. Тренируясь в Екатеринбурге, ты выигрываешь первенство России. Да. И после этого приглашают вот куда-то в сборную. При этом в Москве еще нет такой некрепкой федерации, нет какой-то базы, где все соединяются. Ну, по моим воспоминаниям, мне просто рассказывали, что я числюсь в сборной, все, больше я не могу ничего сказать. А предметы уже были настоящие? Предметы уже, первый мой предмет, мои родители заказали опять же Лене Кривошей, которая полетела за границу тогда, что же с этим было все очень сложно, никто не выезжал, их купить было невозможно, в России их не продавали. И вот она мне привезла мячик и ленту сосаковскую. Так вот я все лето с этим мячиком и лентой просидела одна в зале. Просто вот настолько был фанатизм, фанатизм именно иметь вот эти вот профессиональные предметы, выступать тогда, в то время показывали гимнастику и ковров не было у нас. А что вам говорить, у нас не было ковров вообще в пенсии. Ну, многих сейчас в Москве нет. Ну да, и сейчас нет, но все равно, когда к соревнованиям как-то более ответственно подходят с ковром. А на тот момент нет, мы на полу выступали. И когда я смотрела по телевизору, это белый ковер, как гимнастки выходили выступать. Ну, это все. Белый, чистый, ровный. Я хочу туда. Я просто хочу постоять на этом ковре. Вот такое детское желание. Мечта. А роль родителей, они хотели сразу, они отдали гимнастку, хотели чемпионку или они поддерживали твой фанатизм? Нет, ни в коем случае. Вот буквально сегодня утром я еду к вам на передачу, разговариваю с мамой. Я говорю, мам, расскажи мне, как оно было, твои ощущения, как вообще. Ну, я помню какие-то моменты, где я была, что. А у тебя-то что было в голове? Зачем ты меня? Он говорит, Маша, я вообще к спорту. Я не понимала вообще, что такое спорт. Он просто, ну, отец сказал, говорит, давай вот сюда, чтобы не болталась просто так. Ну, давай, говорит, ты все. То есть не было вообще в голове цели отдать, воспитать чемпионку или там вырастить красивую девочку. Ну, я имею в виду, как сейчас, думаю, что гимнастику отдал. По-любому хотя бы будет красивая. Ноги точно удлиняются. Ноги точно удлиняются, да. То есть вот такого вообще не было. То есть родители были настоящими, такими адекватными, правильными родителями, о которых мечтают все тренеры. Абсолютно. Вот это самые лучшие родители. Потому что вот не раз я вспоминаю, тогда же были только домашние телефоны, и то не у всех. Поэтому, когда звонил тренер, это просто весь дом замирал. Звонит Наталья Анатольевна. Я вообще просто вступаю, что же она скажет. Поэтому, да, родители это абсолютно у нас были другие. Никаких целей, не давай, давай, там, надо работать, что ты не распустила. Такого от своей мамы никогда в жизни не слышала. Единственное, когда уже пошли результаты, и уже Наталья Анатольевна разговаривала с ней лично, что да, может что-то получиться, давайте напряжемся, потому что нужно где-то оставить школу, перейти на двухразовые тренировки. Она объясняла всегда моей маме, что, зачем, и зачем это нужно, и для чего это нужно, да. Ну, как-то, видимо, мама верила, потому что никаких вопросов лишних. А когда это будет? А будет ли у нас КМС или мастер спорта? Вообще такое. Сколько мы получим баллов? Ну, нет, это совсем такого не было. Моя мама никогда не смотрела мои выступления. Вообще никогда, всегда выходила из зала. Это тебе помогало или маме было легче? Нам как-то обоюдно было легче. Потому что я знаю многих девчонок, кому-то именно девочки просят, а некоторые мамы понимают, что они могут смотреть выступления. Мама, говорит, она рассказывала, что она очень нервничала, то есть нервничала настолько, что, говорит, я смотрю, и ты все валишь, и валишь, и валишь, и валишь. И вот как-то мы с ней договорились в свое время. А на Олимпийских играх не было ее? Тоже не смотрела, нет. Она была дома, но не смотрела. Не смотрела? Не смотрела. А потом пересматривала? Потом пересматривала, но не смотрела даже до того момента, уже все как бы объявили. По телевизору все сказали Нас наградили, все Ей начали звонить люди, поздравлять Она говорит, я бросала трубку Мне говорят, поздравляем Она говорит, нет, вы мне врете И бросала трубку До того момента, пока не позвонила я лично И не сказала, что да Мы выиграли Родители такие Но все-таки теперь То, что нам интересно Нет федерации Нет логичного Такого прохода, расскажи, как в тот момент Тебя приглашают в сборную Что это значило слово сборная То есть это не Новогорск Как вы тогда жили, пригласили в Москву Что это было? Или это не в Москву вообще пригласили? Ты знаешь, мы никуда не приглашали Я вообще не помню Были сборы Мы нас приглашали в Новогорск Наверное, мне было лет 11 На тот момент Сложно, я не могу вспомнить, если честно Сколько мне было лет Но я помню свой момент Приезды первый раз в Новогорск Тогда была Зрепова, Амина Иоанна Батыршина То есть все такие наши Те, кого я видела только по телевизору Настоящие гимнастки, которые на там ковре выступали Да, на там еще и этот ковер белый А у меня был, я помню тот момент До сих пор девчонки это тоже вспоминают Такой ярко-салатовый купальник Какой был? Какой купили? И такие лосины короткие С флагами Просто ничего больше не было По этой одежде меня запомнили И все, и вот как-то вот так вот сборы проходили Потом были контрольные тренировки А как чемпионка России Победительница первенства России Попадает в групповое упражнение? Это, наверное, нужно задать вопрос Наталье Анатольевне Как так срослось, потому что в принципе она все решала Как оно будет Как трени Но на самом деле я очень мечтала попасть в групповое У меня с детства был такой Рассказы? И рассказы, я все это слушала, но был Как это сказать, не комплекс Я безумно боялась выступать То есть я на тренировке делаю все идеально Все у меня получалось Я все могла спокойно делать Выходила на площадку И я просто от волнения, от нервозности я все теряла Просто не получалось и все И как бы со мной не боролась Наталья Анатольевна Никак не получалось И вот когда меня пригласили в групповое упражнение Как-то ты знаешь, я поняла, что там мне спокойно Я не одна У меня есть поддержка Если что, бежать Это случай был Перепрыгну немножко Как раз на чемпионате Европы юниорском У нас выход У нас было 6 человек И выходили мы друг за другом Двойка уходила дальше на другой ковер Я оставалась посередине И двойка еще сзади Тогда были упражнения с выходом Не просто вышли на площадку и встали А еще выход был Да ладно, класс Вот И мы выходим И я краем глаза понимаю, что сзади кто-то убегает Я вижу купальник, он был ярко-оранжевый Комбинезон И я прям вижу, что убегает Прям бежит И я понимаю, что все Кто-то не выдержал, сбежал Для нас это был первый выход Страшно Первые настоящие большие соревнования Ну все, ладно, кто-то сбежал Идем в пятером Поворачиваюсь А это у нас запасная Побежала тогда Я даже не в курсе была, что надо предметы какие-то класть Наши запасные выбегали и клали предметы И убегали, видимо, тоже об этом мне сказали в последний момент Мы были к этому вообще не готовы Ну вот это такое И групповые, конечно, для меня это Это мое Не индивидуально, а именно групповые Выиграв первенство России в индивидуальном вас как-то отобрали на Европу юниорскую? Да, по моим воспоминаниям нас отобрали именно Вот, по-моему А до этого были, кстати, юниорские Европы? 15 лучших Да 82-й год мячи были И вот мы третий год, следующий взяли булавы Тогда я помню наших тренеров, которые просто за голову хватались И нас вот так вот человек, наверное Даже не 15, а 30, наверное, нас было 83-го года В Пензе были первые сборы Нас вот так собрали на площадку, дали нам булавы Сказали, а теперь попробуйте их бросить И когда это все полетело, там все Часть гимнасток первый раз, наверное, булавы настоящие видели? Или там все-таки уже? Ну, я думаю, что уже видели Видели? Да, на тот момент уже видели и булавы И работали с ними Потому что в то время индивидуально у нас было пять А, уже пять Конечно, мы делали все пять Это уже позже пошло По четыре По четыре убирали Мы делали все пять И лента у нас была 6 метров Тяжело вам было? Да Еще они такие атласные были, если не сосаковские имеется в виду Да-да-да Обычно Резали так Да И в 97-м году вы становитесь бронзовыми призерами первенства Европы И в 98-м уже выигрываете среди сеньоров Мы многоборья не выиграли Мы стали третьими Опять же, по моей вине Чистосердечное признание Да-да-да-да Что тут? Это абсолютно, мне кажется, нормально А в финалах мы выиграли упражнение с мячом По моей вине, объясню, я не добросила мяч Многоборья А как, кстати, в групповых Я никогда не стояла в групповых Не тот формат, но тело Совершенно И Когда теряешь мяч, выходишь с площадки Что тренеры Как команда реагирует? Или ты сразу говоришь, это моя вина, я все признаю, я во всем виновата Или это все-таки команда тебя поддерживает, понимает, что ты сама себя будешь грызть, винить Могу тебе сказать так, это зависит от команды Как было у нас Какая у вас была команда? У нас была настолько сплоченная команда И каждый Может они, конечно, были такие Передряги, я имею в виду Да нет, ты виноват Или я виноват Как-то мы сами понимали, чья вина Вот кто что сделал Потому что именно в индивидуальных, в молодежных, групповых Татьяна Владиславовна тогда была тренером старшим Сергаева И она очень четко объясняла Как, что нужно делать Как, кто бросает, кто ловит, чья вина Кто за кем, кто ведущий, какой угол То есть это было настолько базой заложено, что Мы уже сами все понимали, кто виноват И тут спорить было бесполезно Но команда негативно, наоборот, поддерживала То есть ваша команда Нет, нет, нет Я таких моментов абсолютно не помню У меня, наоборот, вот в тот момент Первый мой чемпионат мира Где я не добросила мяч И я сама себя хотела съесть Не сильно, наоборот, меня все поддерживали И у нас был отель Большой, такой круглый, с высоким потолком И в отеле после этого случая Татьяна Алексеевна Васильева Меня тренировала полночи этот бросок Она стояла, и я ей бросала И вот я как робот просто отрабатывала Потому что я понимала, что видимо какой-то вот Сдвиг случился Ну что, натренировала, в финале мы выиграли Слава Богу Это было первое золото на больших соревнованиях Да, да Мама тоже не смотрела? Нет, конечно, нет Мама не смотрела вообще Как вам после первого золота на мире Было легче потом тренироваться? Были какие-то улучшенные условия? Или вы так же продолжали? Абсолютно Абсолютно Никаких Я не могу сказать, что там, может быть, для нас не стараться Наверное, время такое было Был переходный период Наверное, это было, в принципе, на тот момент невозможно Нормально Да У федерации не было денег, чтобы заплатить за Новогорск Потому что он на тот момент дорого стоил То есть, ну вот как-то нас, кто приютит, там и тренировались В различных местах Спасибо, таких людей много, залов хватало Поэтому мы Единственное, конечно, у нас не было питания, да, стационарно То есть, ну, мы жили в каких-то гостиницах Питались сами, добирались сами Нас с аэропортов никогда не встречали То есть, мы сами уезжали И уезжали То есть, балансированное питание, психологическая помощь, массажи Все, кто что сейчас Массажи были А, массажи были? Да, массажи были То, что сейчас очень модное, то, что особенно в инстаграме пропагандируется То есть, вы выиграли чемпионат мира и, можно сказать, по дальнейшему олимпиаду Чисто своей работой Ну и плюс Конечно Работа тренера, работа спортсмена Команды Ничего нового не придумано, на самом деле То есть онлайн технологий не было никаких, которые сейчас нынче в тренде Нет И в 99-м году вы выигрываете многоборье И подходите к Олимпийским играм уже командой, которая лидер-лидер То есть сейчас уже все понимали, что вы можете выиграть золото Нет Нет, абсолютно Мы не были лидерами-лидерами для нас У нас на самом деле задача была Сейчас, наверное, кто-то посмотрит и скажет Так Но у нас не было задачи выиграть Олимпийские игры Задача была второе место Поэтому Как вам тренеры так открыто говорили? Неформально, нет Открыто нам, конечно, никто не говорил Кто скажет спортсмену, давайте приедьте, проиграйте и домой поедем Нет, конечно Но серебро бы не было проигрышем на тот момент Нет, конечно, не было Это был бы шаг вперед Да, потому что с третьего места С третьего места, да Никому не хотелось после золота чемпионата мира Но и не было уверенности, что мы выиграли Абсолютно никакой У нас сильные на тот момент были греки, белорусы Греки, белорусы, да В интернете ваши основные конкуренты как раз Да На тот момент вы выступаете на Олимпийских играх И в финалах вы получаете одну оценку Одинаковые оценки вместе с командой белорусов Одинаковые результаты у нас, да И по сумме первого дня Получается по квалификации решает, кто выиграл По квалификации, да, у нас была высшая оценка На 50, по-моему, сотка или тысячи как-то так Какая-то минимальная Минимальная, абсолютно, да И это решает, кому достается Олимпийское золото Причем этот момент я абсолютно хорошо помню Мы сидели в месте, где объявляют оценки Как она правильно называется Кисом край Да, слез и улыбок Улыбок и слез И показывают, там стоял телевизор И выходит оценка 19.05, по-моему, как я помню И одинаковый результат на таблох А вы понимали, как дальше будут решать? И была пауза Вы не понимали, что будут по квалификации Будут решать? Что делать сегодня? Не знали, да? Без понятия просто И мы видим, что у нас одинаковый результат Мы знали, что греки уронили Мы после них, по-моему, шли Увидели оценку, что она ниже Табло было прям на выходе На выходе На выходе, да, табло стояло И вот случилась пауза Что происходит И что дальше с этим делать Одинаковая церковь И как это делать И потом в углу загорается Такой маленький Красный такой квадратик Первый И тут, конечно, все И просто там кто-то увидел этот квадратик на экране И там, конечно, уже началось Как хочется эти видео посмотреть Видео, кстати, есть Да? Видео есть Покажу Видео есть, да И расскажи Получается, это был триумфом российской сборной На Олимпийских играх Юлия Барсукова приносит первое золото в индивидуальной программе Групповое приносит Первое золото, да Да, первое золото в групповых упражнениях Тогда, наверное, все не понимают, как это все происходит Но я знаю, что для вас это золото на Олимпийских играх далось сложно И был момент во время выступления с булавами Расскажи, пожалуйста, о нем Ой, да Было два момента Расскажу так немножко В квалификации в упражнении с лентой У нас обручи и ленты было Первое упражнение было пять пар булав И второе обручи и ленты И в середине упражнения на медленной части Мне передают ленты, я начинаю вращать и понимаю, что я завязала узел Для меня, я в принципе, в меняемый человек, я понимаю, где я нахожусь Какая это ответственность Откуда узел? Я просто вижу, что в ленте завязывается узел И я, видимо, от этого страха или от волнения, я начала, видимо, так работать лентой, что она просто этот узел развязывается Его даже не заметили Я увидела только я, спиной отвернувшись к судье Вот от этого страха А был ли этот узел? Был Ну, я же не сумасшедший азист Хотя уже На олимпийских играх, мне кажется, может это был Померещилось Его не было А в финалах упражнений с булавами нам отключили музыку Мы их выключили В самом конце уже буквально три секунды оставалось И отключили музыку И мы без музыки три секунды где-то доделывали упражнение И тогда тоже уже мы понимали, что любой момент Потеря, уравнение Любая ошибка может привести к провалу, к потере места какого-либо Но это была техническая ошибка Техническая Решили, что у вас обрывается музыка И думать, ну Да Логично, все Слава богу, да Это все решилось в нашу пользу И нам не сняли за это баллы По идее, вам могли дать возможность переделывать Как по нынешним правилам По-моему, есть техническая Ну, из-за техники музыка Гимнастка делает второй раз Знаешь, по-моему, на тот момент Такого не было в правилах Вам могли только снять, да? Да Поэтому Получается, там все судейством как-то Был повод Был повод В конце были броски? Да В конце был бросок И он уже был без музыки И он уже был без музыки То есть там был риск И в конце все После риска финал И он был уже без музыки Я просто сейчас рассказываю тебе И вспоминаю Ирина Александровна Тогда не принимала участие В групповых В работе с групповыми упражнениями Но Принимала участие, так скажем Психологическое, моральное Она с нами разговаривала Подготовила психологически И она собрала нас Перед выступлениями И сказала одну такую фразу Девочки, если вы сделаете все чисто Вы будете первой И вот это вот осталось так в голове И понимание, что Мы вроде сделали все чисто И это не от нас зависит Нам просто выключили музыку И вот какие-то вот эти вот Моменты, когда ты концентрируешься На 200% выходя на площадку Обидно, непонимание, наверное Но вот слава богу Судей решили, да В нашу пользу Ты сказала, что Ирина Сана оказывала психологическую помощь На тот момент она не была тренером Сборной групповых упражнений Расскажи, кто Чьи лица Кто эти тренеры Кто творил историю После чего Ни разу мы еще не проигрывали На Олимпийских играх Это наши глубоко уважаемые Любимые наши тренеры Это Иваницкая Валентина Алексеевна Она работала в упражнении Обручи с лентами И Васильева Татьяна Алексеевна Это упражнение с булавами Это наши такие Как правильно сказать Основа Основа, опора Да, фундамент группового упражнения Которые вот Закладывали, создавали И на чем По сей день, я думаю, держится Групповой Да, думаю так Вот Ты сейчас сказала, что Один педагог Один тренер работал с одним видом Да, абсолютно И второй со вторым По-моему, это впервые В дальнейшем точно В сборных всегда Один был тренер Который вел команду Расскажи Я знаю, что дальше Следующая команда Которая была В 2004 Тоже Они также работали Татьяна Алексеевна С Валентиной Алексеевной И они делили виды Делили виды, да Не просто Это сложно Потому что два человека Которые Два профессионала Да Каждый видит По-своему И им было Им не просто было Ужиться в этой ситуации Да, когда команду Хочется одной так, другой по-другому Ну вот как-то они нашли общий язык И... Мне как тренеру очень интересно Расскажи То есть первая тренировка Первая тренировка Один предмет Вторая тренировка Другой предмет А разминка одинаковая Или разные разминки? Разные разминки У каждого тренера Своя разминка Да Ну допустим, если У нас всегда была утром хореография Да А днем ОФП и СВП Подготовка И конечно каждый тренер По-своему Мне кажется, это так сложно команде Потому что Один тренер Это очень Классно, но тяжело А два тренера Это два разных тренировок Абсолютно два Два подхода совершенно разные Одной хочется так, а другой немножко так Сложно Сложно, но возможно Все возможно Вы с триумфом выиграли Олимпийские игры И команда остается на следующий сезон Да До 2001 года чемпионата Европы Мы выступали еще на нем И получается После Европы вся команда решила уйти Кроме Наташи Лавровой Наташа Лаврова, да Осталась и Олеся Белугина на тот момент встала На чемпионат Европы в состав Почему ты не решила и вся команда не решила остаться до 2004 До Афин Ух, ну это уже такое сложно Вообще я восторгаюсь девчонками, которые могут пройти эти два этапа подготовки Олимпийского цикла Это безумно сложно Безумно сложно Как физически нагрузки бешеные Так и психологически И удержать вес себя в форме В возрасте уже, когда идет переходный возраст Это очень сложно Мне было уже очень тяжело с этим справляться А травмы на тот момент? У меня, слава Богу, не было таких серьезных травм каких-то по спорту Чтобы я где-то... Все по мелочи Спина до сих пор болит Что называется, это уже вечная травма гимнастка Поэтому... Чтобы не забывала, что ты была гимнасткой Да, это большой спорт Таких переломов, суставы, что-то еще такого у меня не было Бог миловал То есть вы всей командой приняли решение на большинство команды уйти после Европы? Да И все И ушли И ушли Но... Как часто говорят, что и в гимнастике не так много дружбы Хотя я стараюсь это... Везде стараюсь опровергнуть И в женской дружбе не бывает У тебя есть близкая подруга Лена Шаламова, с которой вы Сейчас... Мне кажется, у вас прям виток новый Нельзя так сказать Но в отношениях имеется в виду, что У вас есть общая школа Да Центр спортивной подготовки Центр спортивного развития нашего имени Елена Шаламова и Марине Тимасова, которая находится в Москве Да Да И также у вас есть общество, которое вы возглавляете Угу И... Правильно я понимаю... Новая лига? Новая лига, да Правильно я понимаю, что вы базируетесь как раз не в Москве, а больше... Ну... Создавалось общество именно, если о нем говорите Именно на Сибирь, Дальний Восток, то есть туда, чтобы дети... Потому что у нас... Вот я как раз хотела об этом поговорить Идейный инициатор создания общества Это Дьяченко и Юлия Александровна Президент Федерации Красноярского края по художественной гимнастике И вот вообще идея от нее эта вся пошла, что вот нужно сделать на тот регион, на те края свое общество Поскольку это действительно очень тяжело В первую очередь для родителей Летать Финансово Это большая нагрузка То есть в основном очень много талантливых детей Выходит из семей Как раз очень... Которых нет свободной возможности отправлять на соревнования И тем более из... Обычных семей, да, которых нет Каждый, допустим, месяц оплачивать тот же перелет Который минимум выходит в 60 тысяч только перелет Поэтому это очень сложно И вот... А детей много, действительно Очень много хороших детей Одаренных, талантливых Которым нужна вот эта именно помощь Такая... Как сказать именно... На расстоянии, да Контактировать, чтобы эту логистику Забирать детей и как-то их перевозить Поэтому вот... Сделали это общество И благополучно летаем Там собираем детей Проводим соревнования Отборы Мне очень нравится идея этого общества Потому что как раз для дальних регионов И сколько деток там тренируется Детей очень много Очень много Очень много хороших детей Очень много талантливых детей Как раз не хватает Наверное Для такого количества детей Тренерского состава Квалифицированного Квалифицированного Да, которые могли бы их правильно Именно с маленького возраста Подвести к тому уровню Не растеряв желание гимнастики Не растеряв интерес Сложно очень У нас на самом деле Такое у меня Вот недавно уже В моем зрелом возрасте Пришло в голову Что у нас очень жестокий вид спорта На самом деле Очень жестокий Очень тяжелый вид спорта И Нужно очень правильно И аккуратно Подходить к детям Чтобы их не испугать И не надломить В какой-то момент Потому что Доходят дети до уровня Допустим Первого разряда Хорошие дети могут дальше идти И все Все бы у них сложилось Но Ломаются психологически Из-за нагрузок Из-за каких-то других Родители не воспринимают Неправильно понимают Как куда двигаться Пытаются Ребенку помочь А только вредят И ты вроде как Тренер Пытаешься объяснить Родителям Что вы Не давите Не мешайте Это тренер лучше видит И понимает Куда ему Ребенку в этот момент В мое время Меня просто взяли Из личного Хотя как бы я Успешно там выступала И поставили ему Комповую Неужели бы моя мама Подошла и сказала Что же вы творите Как? Что вы творите? Вы убиваете Просто личницу Ну никогда в жизни Так как тренер Увидел Как он понял Как лучше Так он и должен поступать А сейчас К сожалению Все-таки Есть такие моменты Небольшие Со стороны Родителей Я не хочу Ни в коем случае Обвинять родителей Потому что Родители у нас Очень восприимчивые Я местами хочу Но не буду Нет Я просто хочу До них донести Что Помогайте детям Не мешая им Вот какую-то Такую Двусмыслицу сказала Но все равно Подпишусь Под каждым твоим словом Выделим маркером Потому что Если А чаще всего Тренер заинтересован В ребенке Если вы нормального тренера То тренер заинтересован В ребенке И он желает ему Только Добра И пытается найти этот путь Найти путь для каждого ребенка Это очень сложно Абсолютно Но при этом Если тренер заинтересован Он сделает все Что он В своих силах Сможет для него сделать А когда мешают родители Это прям Сейчас правда Многих детей В первую очередь Страдает ребенок Потому что На самом деле У тренера Это не один ребенок У него еще их 50 И тренер не может Постоянно Выяснять отношения Или с родителями И доказывать родителям Что он Я хочу вашему ребенку Хорошо сделать Только не мешайте мне И пострадает В первую очередь ребенок А это обидно Жалко Потому что тренер тоже Человек ему хочется Чтобы ему доверяли Потому что он столько Впахивает в зале И столько пытается сделать Для ребенка А родители берут И говорят Нет, мне так кажется лучше Я тоже Прям Родители Услышьте нас, пожалуйста И конечно Тренер тоже Психологически работает С ребенком Для ребенка Родители Мама, папа Это основа Они для ребенка Боги Естественно Ребенок их слушает Понимает И тренер Влазя К ребенку в голову Он пытается Его настроить На ритм работы Тяжелый ритм работы Потому что ребенку Сказать Иди Сейчас пробеги 10 км Он скажет Я не хочу С чего я должен Взрослый скажет Взрослый вообще никуда Ничего не скажет Уйдет Тем более То, что растяжка Та же самая То есть ребенку Нужно психологически К этому подготовить Чтобы Уважаемые родители Не было конфликтов Пожалуйста Доверяйте своему Тренеру Они знают Что делать На этих словах Великих Великих словах Мы перейдем К нашему Классическому Блицу Гимнастика Для тебя Это? Жизнь Если один предмет То какой? Булава Ну их две Ну ладно Ну предмет один Фраза От твоего личного тренера Которая тебе запомнилась Верь в себя Фраза от Ирины Александровны Которая вспоминается Первой О господи Азиза Сейчас у меня такое вспомнилось Что близ Пострадает Наверное От Ирины Александровны Фраза это Сделайте чисто Выиграйте Олимпийские игры Это вот то, что я сейчас могу Из мягких фраз вспомнить То, что пропустит наша Как называется Как называется Цензура Цензура Да Чему тебя главному научила гимнастика? Не сворачивать с пути Идти Как бы тяжело не было К своей цели У тебя есть дочки Но они не занимаются гимнастикой Почему? Потому что мой друг Елена Владимировна Шаламова сказала Рано Пожелания гимнасткам, родителям и тренерам от Марии Нетесовой Занимайтесь спортом Спорт Это хорошо Не надо вести детей Заведомо Думая о том, что они станут либо олимпийскими чемпионками или чемпионками мира Отдавайте спорт для удовольствия Ребенок должен любить то, чем он занимается Тренерам Я желаю терпения Детям здоровья Детям здоровья Всего самого хорошего Огромное спасибо, что пришла к нам Спасибо, что пригласили Поговорила с нами о гимнастике Рассказала то, что мало кто знает И напомнила родителям Наверное, о самом важном сокровенном И мы с удовольствием будем ждать твоего друга Елену Шаламову к нам в гости И узнаем, почему твои дочери еще не занимаются художественной гимнастикой Задайте ей этот вопрос, пожалуйста Потому что мне она не отвечает, а говорит рада Елена Владимировна, с вас ответ Ты как мама уже, да? Переживаешь, возьмите моих дочерей, сделайте У нас просто очень много энергии, мне хочется их, чтобы они в зале выпускали А не на мне, а не на моем доме Спасибо тебе большое, что поговорила с нами о гимнастике Спасибо Редактор субтитров А.Семкин